здравствуйте все коллеги рады вас приветствовать на новой сессии по поводу того как работать данными где искать что искать и как из этого потом сопоставлять и делать убедительные факты и доводы для не только аналитических выводов но и наверное для каких-то далеко идущих выводов критических и возможно даже такого расследовательного плана и очень приятно что к нам сегодня присоединилась данная опарина которая практик непосредственно занимается расследованиями злоупотребление сфере закупок поэтому мы не будем сегодня уклубляться технические вопросы как работает портал на каких-то алгоритмах на каком программном продукте вам это не надо нам надо очень полезный практический опыт как можно вооружиться данными как правильно их зарядить проанализировать и использовать на благо общества поэтому мы я думаю к нам еще коллеги будет притянется по поводу мы сейчас перейдем непосредственно уже презентации который нам покажет дана а в конце сессии я немножко еще безусловно после вопроса ответа и не будет еще несколько комментариев по поводу домашнего задания еще раз спасибо дана пожалуйста мы внимательно вас слушаем и смотрим здравствуйте некоторые со мной уже знакомы я более десяти лет работаю в сми и последние несколько лет из которых в издание ангар уз где в том числе занимаюсь вопросами госзакупок давайте я наверно тогда открою свою презентацию меня хорошо видно и слышно отлично значит что можно найти на портале госзакупок можно найти сколько стоят ручки минобороны это был недавний кейс когда минобороны купила две золотые ручки за 30 миллионов сумм и потом отчитывалось о том что эти деньги были потрачены на те ручки которыми подписываются крупные договора что еще можно найти это кейсы конфликт интересов про них еще поговорим и дорогие автомобили которые покупают всевозможные ведомства как получить данные для анализа это через поисковики вот здесь вот я привожу пример то есть как мы делаем мы пишем сайт двоеточие наш портал госзакупок и потом пишем в скобочках название давайте может быть мы сразу с вами попробуем подобный метод использовать какую компанию вы хотите проверить или какое ведомство здравоохранение но давайте давайте совместно с вами будем это делать вы тоже можете подключаться и вот у нас выпадает список того что покупала министерство здравоохранения в чем подвох данного метода это конечно нужно все вручную смотреть перебирать каждую госзакупку каждый файл заходить по каждому лоту скачивать контракты смотреть все эти pdf файлы и так далее но мы такую работу проделывали недавно мы делали скажем так небольшое расследование наша гипотеза с коллегой из казахстана состояла в том что есть какое-то количество козакупок по оснащению зданий пандусами в казахстане и в узбекистане но эти пандусы на деле не появляются и мы написали на самом деле скрипт я приняла еще похоже расскажу но потом в итоге пришлось через поисковики искать тендеры которые были по пандусам и всего в спецификации за последние три года оказалось только 30 тендеров где значилось бы слово пандус хотя по идее все снипы по строительству предполагают что в спецификации должны быть прописаны эти вещи так далее напрямую через портал конечно тоже можно искать в чем главная заквозка давайте тоже будем с вами сразу открывать и смотреть пойдем на бюджетные закупки в тендеры если нужно помедленнее говорите так надеюсь что видно да мы нажимаем на кнопку показать фильтр здесь главная заквозка в том что нужно знать и на на заказчиком чуть попозже я вам дам задание сейчас просто покажу здесь нужно выбирать регион естественно район этого региона вот здесь вот есть что мне непонятно есть какое-то министерство вот такой вот раздел министерства но здесь только значится министерство здравоохранения и вот здесь вот больница дальше если выбрать непонятно почему миссер здесь отдельно как бы указана может быть они планируют потом далее Добавлять еще какие-то министерства. Далее мы выбираем категорию товаров, список товаров. Например, бумагу выбрали. Выбираем бумага А4. И в чем проблема еще одна? Это то, что только за три месяца возможно посмотреть, то есть период это за последние три месяца. Далее. По поводу парсинга еще скажу. Если у вас есть бюджеты в редакциях, ну я сейчас говорю про редакции, или специалисты, которые могут вам написать скрипт для того, чтобы спарсить данные. Парсинг это что? Это когда вы определенный большой массив данных скачиваете с помощью определенного скрипта. Если у вас есть такие специалисты, то вы можете это сделать. Мы, например, в последнем как раз таки том расследовании, которое делали, писали, просили парсера, чтобы он искал по определенным словам. Это был пандус, это был лифт, это был инвалид. Вот по таким ключевым словам мы искали, и скачивали потом коззакупки. Как еще можно искать? Через сеть OCCRP Aleph. Это расследовательская организация, точнее организация расследователей и журналистов. Здесь есть две ссылочки. Первая ссылка это корпоративные заказчики, а первая ссылка это государственные заказы. И здесь также вы можете искать. Как вы будете искать? Вам нужно знать компанию или ведомство, которое вы хотите найти. И вбиваем сюда вот в поиск. Например, пусть будет Аква. Джейм Волт. Это компания, которая... Окей. Аква, если мы забьем. Есть какие-то закупки Аква. Возможно, я не только забиваю. У нас появляются закупки, которые были у компании Аква Джейм Волт. В данном случае нас вот это интересует. Сейчас я расскажу чуть позже, почему. Вот есть разные госзакупки, по которым мы заходим. И уже напрямую идем на портал госзакупок. Я так понимаю, что их система строится тоже на парсинге, которая потом подгружается. Здесь все понятно? Могу дальше двигаться? Коллеги? Да, понятно. Хорошо. Задание через портал госзакупок. Давайте узнаем, сколько арбузов заказал Хакимья Ташкента за последние три месяца. Вот ИНН Хакимьята. Вам его скопировать в чат? Хорошо. Хотел сказать. Спасибо. Хорошо. Сколько вам времени нужно для этого? Значит, нам нужно будет открыть портал «Гозакупок». Пройти на бюджетные закупки, не корпоративные, бюджетные. Открыть тендеры. Нажимаем на кнопочку «Показать фильтр» и сюда вставляем ИНН. Потом вы выбираете категорию «Продукты питания» и выбираете «Арбузы». И скажите, расскажите мне, что вы нашли. Можно ИНН еще раз посмотреть. ИНН у вас в чате. И вот. И дату надо поменять на последние три месяца. Дана, еще раз, как найти поле, куда вводить ИНН? Я зашла, не могу. Вот оно, Оля. Видите? Ага, тендер и получается тендер. Ну, в принципе, принцип везде такой же. Просто выбрала именно тендер, по тендерам и посмотреть. А фильтр везде работает одинаково. А для того, чтобы зайти, там надо зарегистрироваться, да, нам? Нет. Это открыто дождем, да. Скажите, я, наверное, опоздала. А где мы берем ИНН-заказчика? ИНН в чате. Вы видите это сообщение или нет? Да я с мобильного немножко затрудняюсь. Сейчас я продублировала. Или вот. Ага, я его увидела. Вы его увидели, да. 20, 16. Еще раз продублировала. Продублировала в чате. И куда мы это вводим? Вот смотрите, вы открыли, да, портал ГОЗАКО. Это Харид. Харид.ус. А, Харид.ус. Харид.ус, да. Сейчас он открыл, да, у вас на презентации. Да, давайте я вам тоже его скуплю. Это не сам портал. Сюда можно вводить. Это вопрос нам показывает. Что еще раз? Вы, да, выводите сейчас задание у вас следующее. Найти, сколько хакимиат Ташкента за последние 3 месяца заказал арбузов. Вы открываете портал харид.ус. Идете, вот сейчас давайте я вернусь еще раз, покажу. Вы идете, нажимаете на слово сделки. Открываете бюджетные закупки. Идем в тендер. Нажимаем кнопочку показать фильтр. И вот сюда вводим ИНН-заказчика. И на поиск, да? Если вы выставили все остальные фильтры, то да, то поиск нажимаете. А, на арбуз, да, мы должны выбрать? Да, мы выбираем продукты питания. Выбираем арбуз. Открываем также календарь за последние 3 месяца, да. Октябрь, сентябрь, 12 число. И нажимаем на поиск. Интересно. А, так, и вам еще фильтр нужно отметить в Ташкент. Видите, очень много фильтров, которые нужно... Да, да. Очень странно, что сейчас ничего не получается. Да, у меня тоже не выходит почему-то. У нас тоже, да, не выходит. Да, очень довольно странно, потому что я недавно это проверяла. Сейчас давайте попробуем в другом фильтре это сделать. В другом смысле разделе. Возможно, я что-то напутала. Простите, наверное, это все-таки были прямые закупки. Давайте пойдем туда. Но это не так уж и важно. Главное просто понять принцип. Да, это были прямые закупки. И вот у нас получается здесь 5 контрактов. Если мы пойдем по номеру лота и откроем, что мы можем увидеть? Вот я вам на экране открыла. Вы отдельно вводите номер лота? Нет, нет, нет. Что мы здесь видим? Надо нажать на победитель. Здесь вот 5 лотов. Можно пройти и туда, можно пройти и обратно. Дезарегистрировали, да? Да. Где статус контракта победитель. Можете зайти сюда и посмотреть, какие товары были, да? Мы видим, что здесь питьевая вода. То есть вы к каким-то выводам уже пришли? Если открыть другие госзакупки. Да, да. Наименование товаров питьевая вода. 5 тысяч количество товаров в литр. Здесь вот следующие госзакупки. Это горячее питание, да? Тут минеральная вода. О чем нам это говорит? Просто у вас к какому-то... Заточка? Как это? Заточка как? Нет, это не заточка. Это говорит о том... Неправильная спецификация, да. Если мы будем вот подобным образом искать, то мы ничего не найдем. И даже если мы пойдем по вот этим вот лотам и будем скачивать все вот эти вот документы, там мы ничего не найдем, ни про какие арбузы, потому что речь пойдет про горячее питание, речь пойдет про воду. И вот в этом основная проблема этого метода. Что я хотела еще сказать. Иногда из вот этих вот трех-четырех методов можно их сочетать, то есть не работать только по одному методу получения данных, а сочетать все их три или даже четыре. Расскажите мне, пожалуйста, как ищите вы, как журналисты, потому что журналисты у нас тоже присутствуют. Никак не ищите, да? На сайте просто грустную по названию организации. И какие вообще успехи? Ну, крупные какие-то закупки. Да, кстати, про мониторинг. Слабые у нас результаты. Слабые у нас результаты. Слабые у нас результаты. Слабые у нас результаты. Ваши дороги, нашли. Нет, я вообще-то вам договорила, да. Да, простите, вас просто плохо слышно из-за бэкграунда, из-за того, что есть фон. Да, повторите, пожалуйста. Виктория? Я сказала, что плохие у нас результаты, мало чего находят. Нет, на самом деле неплохие результаты. Я это задание хотела дать для того, чтобы было понимание, что напрямую через портал очень сложно что-то найти. И что иногда нужно искать как-то по-другому. И если говорить про журналистскую деятельность, то я советую хотя бы раз в неделю ходить на портал госзакупок и смотреть, какие госзакупки происходили. что было, или, может быть, мониторить те компании, которые вам интересны, или те компании, которые, как вы знаете, могут иметь какой-то конфликт интересов. Какие основные проблемы в работе с порталом госзакупок? Это очень часто отсутствие документации. То есть ты можешь зайти по какой-то ссылке, но там не будет вообще никакой документации или будет ошибка 404. То есть мы нашли эту госзакупку, но документов там нет. Еще был кейс блогера, да, Давлетов Вуз и Хушнутбек. Писали об этом, что была какая-то очень крупная госзакупка. И, к сожалению, этот кейс сейчас не смогла найти. Была крупная закупка. И там в спецификации, где документы должны были находиться, то есть вот здесь, да, там просто была фотография цветочка. И это очень активно обсуждалось потом в соцсетях. Ну и основная проблема – это тоже, конечно, вот несоответствие параметрам поиска. Это то, что мы сейчас с вами чуть выше посмотрели. Какие виды данных бывают на портале? Это PDF, обычно не машиночитабельный. Значит, это значит, что мы какие-то большие массивы оттуда вытащить не сможем. Это значит, что каждый документ нам нужно смотреть отдельно, переносить, возможно, эти данные в какую-то Excel-таблицу и так далее. Это еще RAR, то есть архивированный документ. Там тоже чаще всего внутри него находятся не машиночитабельные форматы, тоже PDF. Тоже нужно очень много времени тратить на то, чтобы это все прочитать, понять. Очень часто эти документы бывают просто какими-то отсканированными плохо, плохими прям сканами, которые вообще даже не читаемы. Ну и самый меньший, меньше используемый вид данных на портале – это документы. Ну, то есть Word-документы. Взаимодействие портала с другими ресурсами – это сейчас недавно появился вот этот вот портал, Министерство финансов, сейчас почему-то не получается его открыть. Вы можете тоже пройти вашу презентацию, я думаю, она у вас есть, и открыть. Здесь все достаточно… Вот видите, да, наш портал, на котором мы смотрели, он сюда интегрирован. Здесь представлены все операторы электронной системы госзакупок. Что здесь интересного? Это реестр недобросовестных исполнителей, он пока небольшой. Есть тендерные, здесь вот действующее объявление. Тоже вот по разделению по аукциону, электронный магазин, тендеры и так далее. Идем, например, в тендеры. Это те тендеры, которые действующие, да. Если мы пройдем, сейчас нажмем на кнопочку «Подробнее», то тоже можем посмотреть. Вот, например, агентство по развитию медико-социальных услуг недавно заказало умные часы для людей с инвалидностью. 5 тысяч штук по стартовой цене 69 долларов. Тоже как инструмент для того, чтобы отслеживать госзакупки. И второй, он тоже достаточно похож на первый. Народное образование, наверное, да? Простите? Народное образование, да? ХТФ? Вот не знаю, нет. Подождите, это все Минфин был, который эти системы запускал. Здесь тоже есть недобросовестные поставщики. Но они, в общем-то, ничем не отличаются от предыдущего порта. Идем дальше. Здесь я хотела рассказать про интересные расследования, которые проводили журналисты. И мы в том числе. Все, наверное, знают про этот инцидент с Трес-12. Это компания, которая принадлежит родственникам министра строительства. И получила договор на реконструкцию административного здания в Ташкенте. Это большие контракты. Также на строительство Центра исламской цивилизации. Тоже эта же компания этим занимается. Также вот здесь я привела вам ссылки. И вы можете посмотреть. Реконструкцией здания Законодательной палаты тоже занимается Трес-12. Причем без тендера. Еще один кейс это автомобили и чиновники. То есть очень часто блогеры, да, очень активно. Тот же Довлетов Ус пишет про госзакупки. Блогеры в этом очень активны. И потом мы узнаем о том, что какие-то министерства потом отчитываются, для каких целей эти госзакупки были сделаны. Также мы узнаем при помощи госзакупок о тратах на главных мероприятиях. Например, это было обращение президента к Али Мажлису, да, на него потратили почти полтора миллиарда сумок. Мы в редакции писали о том, тоже сколько стоило обращение президента к Али Мажлису и народу в этом году. Точнее, простите, в 2020 году. И оно обошлось уже в 1,6 миллиарда суммов. Ну и там было оформление из живых и срезанных цветов, кофебрейки для журналистов, кофебрейки для гостей мероприятия. 1700 человек там было. Мы также узнаем из госзакупок о том, сколько стоит обед в резиденции президента. Вот мы и считали эти деньги. И порядка 100 тысяч сумм, я так предполагаю, что это на питание сотрудников, которые там находятся. Но этим занимается компания Аквадринбор, да. Среди учредителей, люди, которые так или иначе связаны с Хакимом, ну или по крайней мере приписывают, да, связи с Хакимом Ташкентом. Так, мы еще смотрели, сколько стоит комплекс, вот Ташкент Фарма Парк. Это комплекс, в котором будут производить в том числе и вакцины, да. Президент туда ездил, смотрел его. И строительством занимается компания, которая тоже связана с Аква-инжиниринг и менеджмент. И вот в ней фигурирует Исраилов Исмаил Варкинович, который в том числе относится к компании Каларпак, Зор ТВ и так далее. Ну то есть среди учредителей он много где значится. Кейс про Каларпак тоже писала также газета УЗ. Вот по ссылке можно зайти, посмотреть. Заказывала Хакимия Ташкент у этой компании почти 1 миллиард сумм портрета. На 1 миллиард сумм портрета президента. Также эта компания печатала учебники по воспитанию. Тоже был большой кейс по этому поводу писала газету УЗ. Ну и здесь еще добавила, какие у нас еще были такие крупные расследования по госзакупкам. Тоже можем их посмотреть. Фандижане, да, компания, которая учреждена была самим заказчиком, получила госзаказ на 20 миллиардов сумм. Это такой достаточно частый паттерн, когда либо сестры, братья, то есть родственники, ближайшие родственники чиновников получают какие-либо тендеры. В Джизахе такой был случай. Конкурсы на благоустройство выиграла компания, связанная с дочерью в Хакимовой области. И один из громких последних кейсов, это компания сына замминистра сельского хозяйства, тоже выиграла тендер на 9,9 миллиардов сумм на рассаду виноградов. Ну и еще пару кейсов, которые я вам покажу. Мы, например, в редакции считали, во сколько Узбекистану обошлись карантинные больницы. Это было прямо в разгар карантина. Причем цифры не сходились. Пресс-служба президента называла одни данные, вот 504 миллиарда сумм. Из данных портал-козакупок было понятно, что суммы были намного выше. 613 миллиардов сумм. Ну и Минобороны с ссылочками за 30 миллионов сумм. Да, блогеры в этом плане, возможно, поскольку у них чуть больше времени, и они очень часто находят какие-то такие козакупки. Это был вот блогер Курбанов.нет. Вопросы, коллеги? Меня слышно? Да, да, вас хорошо слышно. Пожалуйста, вопросы. Если нет вопросов... Там как раз кейс был про карантинные больницы. Вы данные тоже с сайта госзакупок брали или какие-то дополнительные ссылки? Да, да, да. Это как раз-таки я делала большинство таких каких-то находок, это были через вот этот вот OCCRP Aleph. Когда я просто думала, например, можно посмотреть вот эту вот компанию, можно посмотреть вот эту компанию. И находил какие-то интересные штуки. Да, ну, то есть, поскольку OCCRP Aleph парсит данные с порталом госзакупок, то, да, можно сказать, что с порталом госзакупок. Давайте тогда попробуем с помощью этого инструмента что-нибудь интересное найти. Какую компанию вы хотите проверить? Давайте Акву еще раз проясним. У меня есть реально вот два ИНН. Может, получится что-то посмотреть? Я сейчас чат скину тогда. Хорошо, давайте. Давайте тогда и Акву промерим, и эти ИНН тоже проверим. Ну, Акву – это большая какая-то корпорация, компания, да? Давайте как-то будем сужать. Например, Акву Инжиниринг, да? Нет никаких. Так, а мы там? А, мы не там сидим. Сейчас. Это бюджетные госзакупки, а предыдущая ссылка была корпоративные заказчики. Вот, мы можем, например, кстати, проверить Трес-12. Я сегодня смотрела, и там очень много госзакупок по благоустройству Ташкента. Ну, конечно, нужно ходить вот прям на каждую ссылочку. Иногда там есть другие еще контракты. Вот, и смотреть их отдельно. Окей, вы это можете проверить потом самостоятельно. А, окей, я вижу, отмирзу. Вот, нашелось по второй кампании. Может быть, вы расскажете, есть какая-то история за этими кампаниями? Да, это реальная история. Это учредитель данного ООО является бывший заместитель областного хокима Самарканской области. Именно по строительству. Вот. И у него очень плохое прошлое, когда он даже фондовые цементы воровал. Поэтому нам интересно, вот, чем занимается его фирма, например. Ну, вот, уже как минимум два драйфа здесь мы нашли. Ну, конечно, очень большое время занимает вот это все потом. Все спецификации прочитать и провести какой-то текст. Вам скинуть это? Да, можно в чат под эти ссылки, чтобы потом можно было просмотреть ради интереса. И давайте еще посмотрим по-другому. А можно ее как-то еще на почту, что ли? Я, к сожалению, с мобильного, ну, вообще не могу работать. И поняла, что это большая блажда. Что вам конкретно на почту продублируется? Я с мобильного продублирую. Ну, не знаю, вот какие-то ссылочки, которые вы в чат бросаете, я не могу их не сохранить. Я думаю, что это сделать. У меня такое впечатление, что команда номер 9 здесь собралась. Господа организаторы, пожалуйста, продублируйте на почту. Да, вот, спасибо. И давайте проверим эти же кампании через другой инструмент, да, через поисковик. Хорошо, давайте, чтобы этим не только я занималась, давайте вы тоже попробуйте. Может быть, какие-то интересные будут. Вот, да, есть у нас документ. Документ по первой кампании. Здесь очень много страниц. Мерзон, может, вы мне поможете с переводом? Да, конечно, если вы скинете ссылку. А вы не видите сейчас то, что я вам покажу? Это, знаете, это о программе мероприятий по комплексному развитию Самаркандской области на 2018-2019 годах. Постановление кабинета министра. То есть это, получается, адресная госпрограмма. Ну, то есть вот эта вот первая кампания, в ней участвовала. Ну, надо целиком документ смотреть. Так, вторую теперь кампанию давайте проверим через этот метод. Продолжение следует... Так, а мы эту кампанию проверяли, да, или нет? Я немножко запуталась. Ну, вот первый раз мы... Вот ее... А, нет, вот этого не было. Вот этой ссылки у нас нету на документах. Вот самостоятельно вы можете это все делать. И, может быть, у вас будут даже какие-то интересные расследования по финалу нашей сессии. Или даже хотя бы какие-то наметки, да, на расследование. Да, если вы... Я вам все скинула, да. Да, я обязательно вот сегодня как раз этим занимаюсь. И можно опять-таки посмотреть, это тоже муторно, через порталового закупок, да? Если мы знаем ИНН, но ИНН мы должны знать заказчика, а не ИНН-исполнителя. А, понятно. Есть ИНН в самаркандском ухтемиаде? Нет, к сожалению, у меня сейчас нету. Просто вот то, что вы говорите, здесь интересный момент в том, что, например, госакупки, вот эти расследования нужно вести территориально. Например, то, что в Самарканде, например, самаркандским журналистам легче, потому что они порой просто имена ни о чем не говорят. Да, конечно. Да, и вот это очень важно, если, например, каждый будет именно по своему району, например, или по области, и получается то, что у него будет больше возможности наткнуться на какие-то интересные. Так как здесь все равно роль играет название фирм, их учредителей. Больше, ну, все остальное там уже как бы не факт, что здесь как бы коррупция, а если есть, ну, больше конфликтных средств, я думаю. Да, я с вами абсолютно согласна. Я думаю, что вообще все эти знания нужно внести в массы, потому что такой гражданский активизм должен присутствовать. И в этом плане мне очень нравится проект из Казахстана. По-моему, у нас этот спикер еще будет впереди. Это Джамиля Марычева, которая будет рассказывать про госзакупки в Казахстане. Это проект в Инстаграме, где она смотрит и находит какие-то интересные госзакупки. Ну, то есть траты там депутатов, траты на различные отпуска и так далее. Да, коллеги, еще вопросы какие-то есть? Потому что у меня все. Да, я вас слушаю. Да, вот если нету ИНН, нужно проверить какую-то фирму. Это как возможно сделать? По названию. То есть я вам показала, да, есть ссылки в презентации. Это на OCCRP, это сеть выслевателей-журналистов. Простите, а кто это был? Это Жанна Бада. Да, 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 это я. Вот, вы можете смотреть через OCCRP. Вот здесь вот есть ссылка на... В презентации она есть, ссылка на бюджетные закупки и на корпоративные закупки. Если мы знаем название компании, мы ее вводим сюда. Вот, вот в это поле. Вот, вот в это поле. Еще один метод. Это через вот такой вот, скажем так, скрипт, да? Когда мы... Ну, поиск через Google. Когда мы нажимаем, точнее пишем слово сайт, потом сам сайт и в кавычках то, что мы хотим найти. Так вообще поиск можно производить по любому сайту. Смогла ответить на ваш вопрос? Да, да, да. Спасибо. Да, ну, у меня вопрос по поводу вот сети журналистов, сайта сети. Как вообще, как этот сайт работает и как эти данные ищутся через этот сайт? То есть журналисты как-то дают, заполняют информацию? Нет, нет, журналисты ничего не заполняют. Насколько я понимаю, там просто был написанный скрипт и туда спарсили все данные, которые теперь вот как база данных таких, такая на этом сайте теперь находится. Журналисты туда вручную ничего не вводят. А обновление, как происходит база данных? Я думаю, что автоматически, но подробностей я не знаю, поскольку я не знаю, как их база на данных работает, я могу только предполагать. И у меня еще второй вопрос по поводу того, вот как ссылка на источники, да, то есть у нас же бывает тогда иногда, что это официальные источники, неофициальные источники, то можно ли сказать, что вот этот сайт является официальным, или все-таки это больше такой общественный сайт? Про какой сайт идет речь? Вот этот, сети журналистов, Олев, 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 да, это просто база данных, но вы, это просто поисковик, да, вы на нее никаким образом не ссылаетесь, вы все равно, сейчас давайте еще раз демонстрацию, экран запущу. То есть мы потом идем к источникам? Мы идем к первоисточнику, да, конечно, вот мы, например, Мега Тимир Бетон нашли, мы идем на контракт, вот он, 2 миллиарда с лишним, мы находим вот эту вот ссылочку на сам сайт, вот мы ее нашли, и потом уже в самом нашем расследовании, или новости, материали, мы, конечно, будем ссылаться вот на эту вот ссылку. А это, это просто система поиска, не больше. И она вот по всему миру ищет, или это страна? Да, у меня база данных по всему миру, это вот 2 базы данных по Узбекистану, если, сейчас, наверное, я сряду, выключила демонстрацию. А если открыть и посмотреть, вот на главную нажать, то здесь база данных вообще по всему миру. И это проект, который в том числе и делал последнее, да, расследование с Pandora Papers, где фигурировали разные чиновники, которых нашли обшор. И, может быть, еще такой, я не знаю, может, Александр поможет уже ответить. Я имею в виду, насколько как бы правомочно вот скачивать базы данных, и, ну, скажем, государственных закупок. Вообще, чисто такой вопрос, это было сложно, несложно? Я отвечу, наверное, по Узбекистану. Я смотрела, есть ли где-то законодательский парсинг данных или нет, он нигде не фигурирует. Поэтому я думаю, что это остается промоемощным. Вот, Александр может рассказать про сходы. Ну, я добавлю, значит, международного базы данных, СПР базы. Ну, там я так подозреваю, так же, как, в принципе, предполагаю, как и Дана, что, скорее всего, безусловно, там системы введены национальные порталы закупок, национальные базы. Есть какие-то наборы ключевых слов, критериев, по которым система реагирует, сама просто скачивает информацию. С точки зрения правомощности использования, это так называемые публичные информации. В принципе, в большинстве стран, эта информация, которая официально публикуется на портале государственных закупок, даже если эта информация, например, из договоров о каких-то данных коммерческих агентах, фирм, в связи с тем, что эта информация, которая размещена на официальном портале по требованию государственных закупок, она имеет статус информации, в которой есть открытый доступ и которую могут использовать абсолютно как бы без ограничений любые граждане, любые организации. Здесь нет никакого ограниченного доступа, в противном случае она бы просто не публиковала. Есть у некоторых национальных законодательствах требования, что, например, тексты контрактов или даже части тендерных предложений фирм могут ретушироваться по их требованию, потому что они могут содержать какую-то коммерческую чувствительную информацию. Но это сейчас все реже и реже на самом деле случается, потому что как бы, ну, уже в 21 веке это становится таким немножко комильфо, поэтому если эта информация была там публичной, да, на веб-портале государственных закупок страны, все, она автоматически становится публичной для всех и никаких ограничений статуса нет. Тут другое дело, что не вся информация, допустим, публикуется, то для этого есть закон или законодательство публичного доступа к информации, когда надо работать через запросы. Даже у нас, там, несмотря на то, что ProZorro практически все, весь тендерный, весь закупочный цикл публикует, например, если есть какое-то исключение из закона, которое там касается, например, приобретения нас банком какие-то услуги, там, судебного спора, которое является, в законе о закупках является исключением, но при этом, если эта информация не имеет, там, грифа, там, ДСК или там секретный, любой гражданин, любая организация имеет право с ссылкой на закон о доступе к информации публичной делать запрос и с требованием предоставить либо содержание той или иной информации, либо даже копии документов. И тогда, там, соответствующие сроки, установленные законом, распорядитель, так называемый распорядитель информации должен предоставить или в таком виде, или в таком виде. Но, в целом, еще раз повторюсь, информация, которая на публичном государственном ресурсе, или это реестр, или это портал закупок, публикуется, она с этого момента автоматически становится общедоступной, и ее можно использовать там для аналитических осчетов, для подготовки исков в суд, для подготовки заявлений про строительные органы и так далее. Ага, все, спасибо большое. Мне кажется, очень важно то, что публично это дает право для общественного контроля. Для меня такой вывод. Спасибо большое. Безусловно. У нас, кстати, даже в законе, вот чтобы никто не сомневался, давно еще, с 2010 года написано, что общественный контроль, который осуществляется там через общественные организации, объединениями граждан, или просто индивидуальными гражданами, он осуществляется путем свободного доступа к информации, которая публикуется публично на государственных ресурсах. Пожалуйста, еще вопросы, Даня, потому что, ну, очень интересно и очень полезно. Практика действительно. Да, у меня еще один вопрос. Дана, вот вы работаете с разными, да, системами закупок, например, Казахстана, Узбекистана, какие-то преимущества, может быть, на наши системы? Нет, 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 я не работаю с порталом козакупок Казахстана, я сказал лишь о нашем следующем спикере, Джамиле Марэджевой, который как раз-таки расскажет про свой опыт. Я работаю только с порталом козакупок Казахстана. Ну, кроме тех перечисленных проблем, что иногда нету данных, что закрытые документы, то, что плохо видно, документы и машина читабельно видит, есть еще какие-то такие важные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь? Ну да, есть. Я вот хотела по поводу языка, вот вы тоже сейчас, да, то есть только в основном на узбекском языке же, да, получается документы или? Нет, документы бывают и на русском, и на узбекском. Если они на узбекском, у нас есть штат в нашей редакции, которая с этим может помочь. Я, ну, слабо, но понимаю. Вот. Какие еще проблемы? Это, конечно, те контракты, которые для служебного пользования, это прямые козакупки без тендеров. Вот такие вот проблемы, которые возникают, когда просто невозможно получить какую-то информацию, даже посредством редакционного запроса, нам не отвечают. Спасибо. В пользу случаем напомню, что сессия Жемилеина запланирована на 3 декабря. Методички там есть, формат. Ну, еще тогда, пока, может, коллеги готовятся, были ли такие случаи давления, чтобы, ну, со стороны, скажем, и заказчиков, и со стороны исполнителей, вот по тем фактам, когда журналисты, например, выявили нарушение и опубликовали статью, а потом требовалось, ну, как бы, убрать эту статью, были какие-то вот угрозы, так скажем, или? Ну, угроз не поступало, я не знаю, насколько я могу об этом говорить, я не могу, но, окей, был один кейс, я просто не буду так назвать компанию, когда мы поставили ссылку, ну, то есть мы написали, вот такие-то, такие-то по закупке этой компании были совершены, большой контракт, то есть здесь вопрос даже не конфликта интересов, просто контракт, который получила эта компания. И мы также ссылались на большое расследование сторонней организации, и потом нам звонили и говорили, вот, ну, это же неправда, вот там, в той организации, то, что написали, уберите эту ссылку, ну, ничего не убрали, так что, ну, вот такие случаи происходят. Спасибо. Мирзо, пожалуйста. Да, вот у меня два вопроса. Первый, вот, есть стандарты журналистики, и, соответственно, какие стандарты, например, звоните ли вы заказчику, чтобы брать комментарии, лично вы, мне просто интересно, и звоните ли вы подрядчику, как бы, если у вас какие-то вопросы касательно вашего расследования? Да, конечно, мы это делаем, не всегда получается получить ответ, там, от того же кемиата, от подрядчика, безусловно, мы это делаем, но иногда, ну, зависит от ситуации, конечно, если там нет никакого конфликта интересов, если это просто, ну, мы просто нашли какой-то контракт, и просто констатируем этот факт, то там, наверное, нет необходимости это делать. Да, и вот второй вопрос, это вот как в Узбекистане у нас на это реагирует, например, какие идут реакции со стороны заказчика, например, были случаи отмены торгов, или же это просто вот в краткосрочном моменте все вот читают, а дальше, как бы, никакого изменения. У нас, как бы, так получается то, что, ну, в Узбекистане очень сложно, вы объявляете, по сути, надеяться на какой-то результат, не приходится, поэтому, как вообще было последствия этих статей? Ну, последствия, то, что есть дискуссия в общественном пространстве, да, и все эти ситуации, коза кубки обсуждают депутаты с высоких трибун, это, мне кажется, это хорошо. Тот же Расул Кушарбаев обсуждал ситуацию с министром строительства и этим Трест-12, мне кажется, если это происходит, то уже какие-то позитивные изменения есть от того, что мы делаем, от того, что мы пишем. Спасибо. Потом нельзя говорить об отмене, потому что это уже свершившиеся какие-то тендеры. Да, у меня один вопрос, немножко, знаете, он такой щепетильный. У нас была беседа с одним госчиновником, и он сказал, что вот Давлетов, он получает как бы анонимные сообщения о том, что, ну, произошли такие, ну, скажем, коррупционные тендеры или госзакупки, и только после этого он публикует. Я понимаю, что, может быть, я просто хотела, ну, вы как журналист, я думаю, что вы очень хорошо понимаете нашу ситуацию. Если это правда или неправда, или все-таки блогеры это больше сами ищут информацию, больше сами распространяют, да, вот. Потому что госчиновник сказал, что найти вот такие тендеры и сделать такой хороший анализ, возможно, не всегда хватает компетенции, поэтому есть третьи лица, которые сообщают о фактах. Ну, они всегда анонимны, и, соответственно, как бы они, о них не, их официально, о них официально не упоминается, и вот блогеры как бы этим пользуются. Просто чисто такой вот вопрос, есть ли такая ситуация, и, ну, правда ли или неправда, вот так. Я так отвечу, я не знаю, как и что делает Давлетов, я могу сказать за себя. У нас подобных каких-то сливов не было. Вот. Ну, если говорить про журналистскую деятельность, да, то если даже это анонимный какой-то источник, то все равно в любом случае информацию нужно проверять, информацию нужно сверять и смотреть. И я не вижу ничего плохого в том, что это будет анонимный источник. Почему нет? Он сказал, что таким образом как бы сводятся счеты, да? Ну, это уже другой вопрос, да, потому что часто у других людей, и мы, как между молотом и наковальней, можем быть просто инструментом, да, в чьих-то руках. Важно проверять, какие, как сказать, intentions у того человека, который вам это сказал. Важно всегда думать об этом. Ну, и согласовывать это с главным редактором, думать о том, кому это может быть еще выгодно. Спасибо. Спасибо. Ну, кажется, достаточно исчерпывающие ответы на очень хорошие. Спасибо. Ну, классные вопросы. И такие, я думаю, это классные вопросы, это результат очень подробный и такой практически полезной сессии. Продолжение следует... Продолжение следует...